Устами премьер-министра Романа Головченко рассказала, каким образом Беларусь будет выходить из этой очень непростой ситуации. Ну, я имею ввиду в связи с четырьмя уже санкционными пакетами, например, со стороны этих невменяемых старперов из Брюсселя. Ну, в частности, будет выход на новые рынки. Но это не только Россия, но и Россия в том числе. Это, кстати, могучий, просто монументальный привет госпожи Тихановской. Вот дайте объясним на пальцах такой небольшой урок тюремной арифметики. Вот смотрите, Беларусь уходит с европейских рынков из-за этих санкционных пакетов. Соответственно, на этот рынок выходят другие. И потом, что бы ты ни сделал, ты на него уже не вернешься. Свято место пусто не бывает. В принципе. Беларусь придет на российский рынок. Это означает, что экономика будет повернута у Мордора Джуниора в сторону Мордора, так сказать, Фазера. Со всеми вытекающими последствиями. Теперь, внимание, вопрос. Вот госпожа Тихановская. Я понимаю, что в процессе лепки домашних вареников она, наверное, же размышляет о, так сказать, структурированности политики. Вот она потом, как это будет видеть? Это большой очень вопрос. Собственно, вы знаете, после истории с покушением на коллегу, я окончательно убедился, что мозгов там не было и нет. Потому что последнее, что надо делать вот в таких случаях, это покушаться на человека, который имеет другую точку зрения. Потому что именно в интеллектуальном, я подчеркиваю, интеллектуальном споре нужно было Григория побеждать. Если даже это не способны делать, тогда марш на кухню дура или пипельмени. Белорусская экономика разворачивается в ту сторону, где она должна быть. Точка. Все. Больше в этой книге рецептов ничего не сказано.